Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Ассасин Крит Восстание Как видите энергии у меня не осталось, а знаете почему? Потому что я бегал за новыми ДНК У меня по-моему 60 энергии за ночь накопилось, это очень мало ребята Поэтому сегодня серия будет посвящена нашим новым героям, которых мы сейчас будем с вами открывать Ну для начала я наверное забегу в задачи и посмотрю что за достижения у меня здесь Так, скрытые, а скрытно убейте не менее 250 врагов в любых заданиях, замечательно Это кстати неплохой подспорье, ребят смотрите-ка 5 ДНК, кто вот это такая? А? Ну-ка, 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 это у нас Клаудия Нормуль, в принципе она у меня уже должна открыться, а может быть она и откроется сейчас Так, и давайте вот здесь тоже заберем, смотрите, 5 ДНК, 25 осколков и сколько там? 4 с половиной тысячи монет, забираем Шикарно С деньгами у меня ребята пока никаких проблем нету У меня проблема вот с конвертами, причем очень большая Ну а теперь давайте открывать наших новых ассасинов, которых... Ох ты, уже 3, было 2 у меня Видимо я вот эту Клаудия только что собрал Ну что же Давайте тогда смотреть Начнем пожалуй с Алонса Нанять Кто он такой вообще? Так Смотрите, с одним глазом, с повязочкой Ассасин обычный Тень, опытный моряк Это моряк у нас Хорошо Смотрим, ребят, что у него У него прямой урон, причем довольно неплохой То есть он не любит вскрываться Он просто подходит и Эй, парень, иди сюда, давай поговорим с тобой И дубинка начинает его колбасить Получается, что он мастер акробатики Ёлки-палки Действительно, посмотрите, какой у него шанс перемещения Обалденный Так, мастер акробатики с легкостью перемещается по комнатам Ловкий боец, способный оглушать врагов Это тоже очень хорошо Умеет взламывать сундуки Слушайте, такие герои нам нужны, согласитесь И уникальный навык, это у него Подлый прием называется Бесчестная атака из-под тяжка Все что угодно ради победы Оглушает противника на один раунд И на 4 раунда увеличивает шанс его промаха на 5% Слушайте, это очень-очень хорошо Я так понимаю, снаряжение А, мы ему даже можем уже одеть Так, у меня Ну, раз он акробат, значит, вот это как раз для него Носи, Алонса Ну, и я так понимаю, что он носит Дубинки, палицы Все так оно и есть Ладно, хорошо Характеристики У ворот, слушайте, довольно неплохой Ну, защита средняя Точность, в принципе, сгодится И бонус к крит-удару, опять же, 100% Ну, ловкость у него, конечно, еще та Так, ладно, давай посмотрим, что у него с биографией Алонса Пинта, народившийся В эпоху возрождения, был опытным моряком, обладающим живым и циничным умом и чувством юмора Он служил ботсманом на множестве кораблей, ему не раз доводилось залезать на главную мачту, прыгать по канатам и висеть на парусе во время шторма Благодаря акробатическим навыкам, Алонса был опасным, непредсказуемым противником в бою Некогда он служил во флоте Испании, но вскоре его уволили из-за лени и нарушений субординации, после чего моряк примкнул к пиратской команде Родриго де Мендосе Новый капитан и новая жизнь пришлись ему по душе Когда Родриго присоединился к братству Алонса, последовал его примеру в надежде поквитаться с бывшими командирами Слушайте, довольно неплохо, да? История у него такая, ну, мне нравится Такой парень не промах Жизнь его потаскала по соленым морям Ну что же Это был у нас Алонса Пинта Давайте смотреть, кто у нас следующий И это у нас будет Изабель, я так понимаю, это хилеры, они оба хилеры И Клаудио тоже Ну, мы будем начинать с Изабели Давай, Изабелька, покажи, кто ты Ну и на что я здесь у нас способна Так, отлично Тоже это у нас обычный ассасин Специалист Добрый ассасин Даже так бывает Так, ну что, добрый ассасин Как мы видим, у нее довольно неплохое лечение, поддержка И также перемещение и скрытность В принципе, больше ничего нету По дамагу она вообще никак Ну и по обезвреживанию ловушек тоже никак, ребят Опытный лекарь, который может исцелять членов отряда Водушевлять членов отряда, увеличивая их проворство и смертоносность Он может прокраситься мимо противников Ну, это и говорит о том, что у нее скрытность и примещение очень хорошо развиты Уникальный навык у нее Хранитель знаний верных клятвий Обучите своего союзника древним техникам убийства и приемам Повышает показатели смертоносности и проворства выбранного ассасина на 7% на 6 раундов Это очень даже неплохо Ну что, почитаем биографию ее Изабель Ламелин Ассасин-новобранец Изабель Ламелин родилась в скромной испанской семье торговцев И получила хорошее образование Будучи настоящим гуманистом, она верила, что рано или поздно воинам наступит конец Она любила книги и тянулась к знаниям Поэтому проводила дни в старых книжных лавках и монастырских библиотеках в поисках редких сведений Эта страсть свела Изабель с загадочным ассасином по имени Мария Та увидела в девушке огромный потенциал и решила, что испанка идеально подходит к братству Они подружились и Мария предложила Ламелин стать ассасином Заинтригованная Изабель согласилась Она подумала, что защищая идеалы братства, сможет раскрыть все его секреты По снаряжению, ребята, я так смотрю, у него короткий меч Думаешь, кортик будет, скорее всего И легкие броники Характеристики, ну, как мы видим, защита хромает, ребята У ворот 7%, ну, в принципе, неплохо Но и атака слабенькая Да, изготовление слабенькое Так, скорость получения денег средняя И обучаемость тоже паршивенькая Вот так вот Ну, зато проворство и ловкость у него, конечно, хороши Так, ну что, ребята Это у нас была Изабель Ламелин Поехали к следующему ассасину И это у нас Клаудия Ну-ка, давай, родная Посмотрим теперь на тебя У нас что-то Сейчас в братстве столько много хилов, да, ребят? Больше, чем убийц Воу! Новый ассасин Ребята, это эпический Вот что я вам скажу Специалист Предприниматель Эпик Первый эпик-герой у меня Так, смотрим У нее, ребята, лечение просто на высоте Поддержка Средняк Перемещение и скрытность Это просто Вот, особенно скрытность Это просто ее дар Опытный лекарь, который может исцелять членов отряда Владеет искусством скрытости Воодушевляет членов отряда И увеличивает их максимальный запас здоровья Уникальный навык Милосердный убийца Положите конец страданиям смертельно раненого противника Мгновенное действие Исцеляет Действует до конца задания Убивает соперника с уровнем здоровья ниже 20% То есть, если у него здоровье падает до 20% Она его моментально убивает Даже, как говорится, не спрашивает и не задает лишних вопросов Оу, сколько навыков-то Ёлки-палки Ничего себе Так, ну этот мы только что почитали У нее скрытность, да? Позволяет незаметно пробираться мимо врагов Успешность действия зависит от показателя проворства Увеличивает показатель проворства на 10% Позволяет пробраться мимо врагов Понятно Военный лекарь Позволяет оказывать медицинскую помощь в любой ситуации Исцеление действует до конца задания Восстанавливает 7% здоровья цели Это неплохо Смотрите, здесь военный лекарь То есть, у нее два хила есть Два, как сказать, скилла на хил Жизненная сила верных клятвий Улучшает способность одного из ассасинов поглощать урон Запас здоровья в выбранной цели увеличивается на 20% На 10 раундов Это очень круто И также, ребят, смотрите Здесь очень много у нее пассивок Так, это у нас целительное уклонение Благодаря долгим тренировкам Ассасин может восстанавливать здоровье во время уклонения от атак До конца, короче, боя До конца задания действует При увороте восстанавливает 5% здоровья Это очень круто А здесь первый удар в бою дает бонус к обороне Инициатива увеличивает шанс у ворота на 5% Опять же, до конца боя Ну и также, как мы видим, ребята Она умеет у нас Тут, по-моему, по тренировке, да Этот ассасин позволяет быстрее Улучшить другого ассасина Класса специалист Благодаря навыкам наставника Ну, я и говорю, ребят То есть, он быстрее, короче, получит свой ранг Вот так вот проще будет сказано Так, а здесь у нас Читоводство, да Это значит, получается, что она в сокровищнице тоже довольно неплохо рулит То есть, вот такие ребята у нас Кстати, можно было бы и прочитать про нее, да Согласитесь, биографию-то Клаудио Аудитори Де Ференция Флорентейская аристократка И сестра легендарного ассасина Этсо Аудитори Помощи волевой и сообразительной родственницы Ко всему обладающей предпринимательской жилкой Очень пригодилась Этсо Когда выжившим Аудитори Пришлось покинуть Флоренцию Они отправились на виллу дяди Марио В Монте Риджони Клаудио стала управлять финансами городка И добилась его расцвета Позднее она сопровождала брата в его путешествиях И в Риме Снова показала, каким ценным союзником была для ассасинов После того, как Клаудио удалось блеснуть своими боевыми навыками Этсо наконец-то сделал ее полноправным членом братства Вот так вот, ребята Это сестра Этсо, оказывается Предприниматель Ну что же, я очень рад, ребята Что у нас появились новые ассасины Мы с вами их обязательно протестим Но это уже будет тогда Когда мы с вами получим достаточно энергии Чтобы хотя бы могли делать какие-то вылазки Ну а на этом, пожалуй, я и закруглюсь Всем большое спасибо за просмотр С вами был Рэй Удачи и до новых видосиков Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»